друзья всем привет вы на канале баз 93 и сегодня у нас такое немножко интересное видео для кого-то может быть в общем сегодня мы ремонтируем генератор vps 253 приехала к нам машинка с дефектом пропала зарядка в общем провели дефектовку и выяснили что из строя вышел у нас якорь видите да уже приобрели новенький генератор разобран вот старый якорь в общем вкратце сейчас расскажу как проверить якорь сейчас мы принесем зарядник и я вам покажу как с помощью принципе нехитрых устройств можно плюс-минус продиктор продефектовать генератор и найти какая же в нем причина что сломалась вкратце как продефектовать якорь значит имеем зарядное устройство у нас наша стандартная лампочка фарная видите да смотрите не рабочий якорь вот проверяем лампочку сразу контакт есть видите нету должна быть скоро такая прям тянутся должна тянущиеся молчит все якорь мертвый где-то в нем обрыв берем новый якорь опять проверяем горит да и здесь видите тянется искра синяя прям дуга такая вот это вот якорь гожий рабочий видите да немножко так же смотрите в принципе примитивным образом можно проверить статорную обмотку так же искра такая немножко тянется видите вот вот так вот проверяется статорная обмотка показал как проверяется якорьная часть ну а диоды это долгая песня диод проводит в одну сторону проводит в одну нет и с помощью так грубо говоря светится вот так не светится вот диод вложи смотрите божий и рабочего 3 горит лампочка не горит также не горит горит эти два диода рабочие также сама тоже самое последовательности тем же самым методом проверяем все диоды то есть диод у нас в одну сторону пропускает другую нет соответственно мы прикладываем разные разные потенциалы плюс минус меняем соответственно вот так проводит подав сюда минус да вот так не проводит значит рабочий соответственно нужно посмотреть где сидят диоды где-то какие-то сидят на корпусе какие-то сидят на плюсовой шине то есть выхода их не и соответственно так дефектовать но щетки можно продефектовать визуально вот он щеточный узел в пс-253 видите все отлично в отличном состоянии видно здесь также самое можно продефектовать вот таким способом также видите на щеточка рабочая ну и принципе попробовать дать на дали нагрузку и 100 ватт лампочкой нигде не греется вот если здесь щетка плохая здесь может греться вот здесь вот то есть соответственно из-за этого будет плохая зарядочка вместе контакта может быть плохо это все припаяно сделано я не знаю как это все делается при подаче напряжения мощности если не греется по сути то значит щеточка также живая возможности как проверить реле регулятор вам показать у меня сейчас нету потому что нужно регулируемый блок питания ну и лампочка по слабже если будет интересно вам в дальнейшем сниму видео как проверить именно реле регулятор на выписи 253 мы посмотреть именно на каком напряжении заряда он выключается ну а я сейчас начну собирать дальше генератор принципе и потихоньку вам рассказывать не так когда разбирал и такие поставил насечки на корпусе с двух сторон такие царапинки вот чтобы потом правильно его собрать в принципе так как это все происходит видите да есть такая пластиковая обойма так и она у нас ставится вот так вот значит новый подшипник прям прям будет туго залазить песня будет малышка девушка в общем все просто до боли я скажу что я великий специалист в ремонте генераторов какие-то мало мальские познания есть поэтому делюсь этими познаниями с вами дорогие друзья в общем снимать на рукой и показывать процесс сборки неудобно сейчас в общем собираем вот это вот все и дальше вам покажу в общем пошла жара жара сборки собираем все просто вот здесь такие звездочки можно подобрать головки не помню какая головка головка на 7 вообще шикардос полнейший электроны теперь блять будут комментариях писать забираешь наш хлеб зачем показываешь все в этом роде сразу еще раз повторюсь я не профессионал насколько у меня есть познание настолько я ими и делюсь с вами поэтому профессиональные электроны не нужно писать комментариях всякую чушь то неправильно то неправильно насколько мозгов хватило настолько и делаем калюня он что-то решил там подпиздить не в тему не подозревая о том что он очень сильно мешает нам на когда все ты там пошутил если шуточка можешь пошутить они не шуточка тогда ладно вот в принципе и так он садится на свое место выключи пожалуйста компрессор вот так вот происходит процесс сборки это черного воздуха закончится вот такое безудержное веселье у нас происходит сейчас нашел хотела кокосы чуть-чуть позже вам покажем нашего тёмочку черного который чистит кокосы тема ты почистил кокосы свои у нас даже в этот не проходит она вот не нагибайся вот проходи за малым проходит в общем сейчас найдем звезды что и будем дальше собирать все у нас крутится все отлично поехали ставим щеточный узел вот так вот раз на на родине он дальше вставляем щеточки видите да щеточка нижняя пошла правда точно правда не хватает еще одной руки руки макси так вот все на родине одна вот так вот сейчас будет на родине практически вторая кругом роги кругом роги так и нам как это как-то нужно это сейчас защелкнуть вот видите пружинка так все о годный контент пошел соответственно здесь есть такие вот места так вот видите да раз два все годно как говорится годно готово одна щеточка у нас крепится на корпус генератора на минус вторая это будет уже возбуждение с реле регулятор регулятора ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха возбуждение да что же он говорит какое такое возбуждение так далее реле регулятор вот непосредственно да видите реле регулятор шоколадка как некоторые можно погрызть видите да касается вот так вот и здесь у нас нужно нагревать паяльник в любом случае грей паяльник вот так вот мы паяльником такой у нас паяльничек присиральничек для таких масштабов он не годится для масштабов пайки так ставим на на родину вот так вот видите по болтам нужно попасть все ну и здесь в принципе сейчас мы еще вот так красотища по идее должно попасть канифоль настоящая вкуснотища запах приятный в общем в общем а так вот далее закрутили наживили далее наживили далее наживили выключаем паяльное дело я думаю даже рукой будет достаточно чтобы не сорвать резьбы если сорвем резьбу то будет конец полный конец так сказать так визуально проверяем да у нас здесь попало через пластик все через диэлектрик есть электрик хотел бы увидеть диэлектрика рядом с электриком в общем все еще не все значит затягиваем ключик на 12 тоже главное не перестараться то у нас подшипник значит что у нас на подшипнике написано 6202 до этого маркировку максимум 202 просто народе да вот 202 чтобы знали какие подшипники стоят на выпуске 202 надо сам распространенный подшипник любой непонятной ситуации став 200 все принципе здесь затянуто еще раз проверяем все одно так на послушаем на призвуки на посторонние шумы ничего нету все угодно значит значит мы ничего не за рукожопили так и у нас ставится вот так вот просто без всяких проставочных шайб шкиф уже немного уменьшены гравер граверочек и гайка затягиваем гайковертом сейчас пойдем наверх у нас там гайковерт принципе ну и крышка вот так вот давайте поставим так проще всего видите защелочки да вот сломано было до нас не мы ее поломали впрочем 8 но не поверите в общем три защелки вот защелкнули в принципе все генератор готов сейчас идем ставить на машину его но вернее не мы а уже лёха наш поставить генчик на родину там дальше посмотрим чем получилось ставим генчик мы на место со скрипом тяжко заходит потому что здесь смещение всего-всего на свете у вас это та самая васина вася приора за миллион на виде валяется просто просто тушка конфетка ну и соответственно здесь лифт двигателя лифт всего чего можно в общем сейчас у нас наш мастер алексей установит генератор и не будет заводить у нас первый запуск что мы имеем 14 8 имеем лёшка только завел 1483 генератор работает в общем вот такие вот друзья дела если у кого есть сложности с ремонтом установка генераторов милости просим к нам всегда поможем не откажем всем спасибо дорогие друзья если видео такого формата вам интересны пишите в комментарии что еще снять по ремонту по установке в общем подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх до новых встреч дорогие друзья пока пока